Всем привет, друзья! Сегодня я вам расскажу о кресле новиночки от компании Recaro, моделька у нас называется Salia Elite. И не побоюсь этого слова, это одно из самых уникальных и лучших кресел на рынке в категории 0, группа 0.1. Это две категории, в себя включает с рождения до 105 сантиметров роста ребенка. Предназначено это кресло, если уж совсем в цифрах, это 40 сантиметров, 105 сантиметров и до 18 килограмм веса ребенка, если уж кому это надо. Это кресло уникально тем, что это такой своего рода комбо-комплект, который идет из коробки, не нужно собирать отдельными позициями. У Recaro есть уже предложение группы люлька Avant, база Ezefix и кресло Kio. И мы получаем приблизительно то же самое, но люлька отдельный элемент, все по отдельности. Здесь же у нас все встроено, чтобы вообще не заморачивались. У нас в комплекте уже идет люлька, которая механическим способом пристегивается в само кресло, в основание. И весит она, кстати, всего 2,9 килограмма. Это действительно очень легкая конструкция. Ее можно ставить, кстати, на коляску, легко с ней пройтись, там, домой, еще что-то. Она сама вас своим весом не напряжет. Поэтому вот интересный очень вариант для такой мобильной, быстрой перебежки, скажем так, куда-то проскочить. В общем, очень хороший вариант для этого. Так, ну, смотрите, давайте о безопасности сразу поговорим. Начнем с нее. R129, так называемый стандарт i-size. И соответствует это кресло этому стандарту. Это новый стандарт, у которого, точнее говоря, очень высоченные требования к безопасной перевозке детей в автомобиле. И если кресло соответствует этому стандарту, ему можно смело просто доверять ребенка. Поэтому о безопасности тут вообще переживать не стоит. Что касается, кстати, люльки, вот просто здесь даже логически подумать, люлька, она механически пристегивается к креслу, в котором есть дополнительная фирменная боковая защита Advanced Side Protection. Это фирменная технология Recaro. Похожая технология у других брендов есть, но вот у них она вот такая. Она при боковом ДТП гасит энергию удара, рушится, потом энергия удара переходит на само кресло и только потом уже переходит на люльку. Получаем мы такую многоступенчатую систему защиты при боковых ДТП. Боковых ДТП очень много по статистике, поэтому сбоку здесь защита просто одна из лучших. Да и вообще здесь с этим все в порядке. Ну вот сбоку прям вообще я не знаю, что надо, чтобы что-то случилось. В общем, по безопасности здесь все очень хорошо. На этом мы по безопасности закончим. Давайте поговорим о комфорте. Начнем мы с первых наших ощущений. Вот тактильно мы берем и мы понимаем, что ткани здесь действительно премиального качества. Ткани очень хорошие, гипоаллергенные, дышащие. Кстати, обратите внимание, всегда вся средняя часть в кресле сделана из сетчатого материала. Не просто так, а потому что само кресло с воздушными каналами, тем самым образуя какой-то своего рода микроклимат для ребенка, чтобы у нас меньше прела спинка, в летнее время вообще хорошо. Так, кстати, по уходу за этой тканью сняли, то 30 градусов. Машинки постирали, обратно одели. Она не сядет, если будете по инструкции, соответственно, это все делать. В общем, ткань, претензий нет. По посадке давайте разберем, что у нас здесь есть в люльке. Давайте даже вот здесь вот, смотрите. Люлька оборудована системой вкладышей. Ребенок у нас новорожденный маленький. И давайте немножко отклонюсь немножко от вкладышей. Скажу в целом. Все как бы забираем ребенка с роддома. Если это зима, там наверняка какой-нибудь пуховик, еще что-то. Но кресла вообще в целом, они разрабатываются и выпускаются для детей без пуховиков, без верхней одежды. Если мы пытаемся запихнуть сюда ребенка в пуховике, вот такой пуховик, вот такой ребенок. Как он сюда просто поместится? Он не поместится сюда. Я понимаю, есть реальность, есть как бы правила перевозки детей. Но они не совсем совместимы, вот эти вот две вещи. Поэтому прогрейте автомобиль, потом разденьте ребенка и посадите его. Особенно первые там месяцы жизни вы не будете каждый день с ним куда-то ездить. Это не такие частые поездки. Поэтому можно, в принципе, эти правила соблюдать. Вот. Также для самого ребеночка. Вернемся к вкладышам. Нам нужно вкладыши по мере роста ребенка, они вынимаются. Пока помещаемся, ездим с ними, они тоже, кстати, дышащие. После чего, когда мы понимаем, что уже тесновато, без пуховиков, напомню, они здесь вынимаются. Это вообще отдельные три элемента. Можно поочередно вынимать и освобождать пространство для ребенка. Посмотрите, сколько здесь места, если мы их вынимаем полностью. Когда уже придет время и мы будем доставать, то места будет много. И сразу хочу заметить, какой бы люлька вам сейчас маленькая не казалась, если взять рулетку и замерить все внутреннее пространство, оно практически такое же, как и в полноценных люльках, которые идут отдельным элементом. Поэтому говорить, что какая-то она малюсенькая, не надо. Здесь все нормально с пространством. Здесь просто вкладыши такие пышные. И если вы будете без пуховиков сажать детей, все прекрасно помещаются. Поэтому с этим вопрос закрыли. Кстати, здесь еще козырек есть от солнца. В автомобиле это очень полезно. Если на коляску будете ставить, то тоже не помешает. В общем, 2,9 килограмма, она очень легкая, транспортировать легко. В общем, я думаю, зайдет вам. Люлькой мы пользуемся до 76 сантиметров. Потом ее убираем, но не раньше 9 месяцев. Я имею в виду, обязательно это правило соблюдайте до 9 месяцев. Нам нужно ехать против хода движения, только потом разворачиваться. По стандарту iSize в кресле вы можете возить ребенка, вот так вот, против хода, до полутора лет. Они рекомендуют возить до полутора лет. Но есть, как говорится, хачучки. А есть правило. Дети не хотят ездить так долго против хода движения. Поэтому уже по возможности катаем как можно дольше. Потом разворачиваем, не раньше 9 месяцев напомню. И едем уже по ходу движения. По наклону у нас здесь вот такая вот ситуация. Вот это вот максимальный угол наклона. Его, в принципе, достаточно, чтобы ребенок нормально поспал в дальней дороге. Подголовник, кстати, тоже у нас регулируется. С помощью сверху вот тут рычажочек тянем. Все освобождается, регулируется. В общем, я считаю, с наклоном все хорошо. Здесь такого капсульного типа кресла. И хорошая фиксация по бокам. В общем, отдыхать в нем вполне комфортно. Кстати, еще используется фирменная технология Hero. Это система запатентованная Recaro. Соединенные ремни с подголовниками. Система, которая предотвращает прокручивание ремня. И также здесь специальная накладка используется. Она такая прорезиненная, чтобы ребенок не проскальзывал в ремнях. Кстати, про ремни. Сразу хочу обратить ваше внимание. Вот эта часть ремня, она из композитных материалов сделана. И получается, что на солнце они не нагреваются. В каких-то южных регионах, где солнце, железо может накалиться на солнце. И элементарно, если ребенок в шортиках обжечь ребеночка. Поэтому нам это ни к чему. Здесь об этом позаботились. В общем, все ок. Так, я уже вам показал, что кресло у нас на 360 градусов разворачивается. Все это легко и просто делается. Вот здесь нажав кнопочку, с этим все понятно. Само же кресло в автомобиле можно пристегнуть с помощью базы Isofix. Это все идет в комплекте. Наличие Isofix проверяем перед покупкой кресла, естественно. Но в 90% случаев он есть, поэтому пристегнули, упор в пол выдвинули. И на самой базе у нас сразу появится, здесь есть 4 индикации, которые говорят. Isofix пристегнули? Правильно. Зеленая индикация есть. Право, слева все отдельно. Ножку, упор в пол выдвинули. Правильно сделали, индикация загорится. Если, например, кресло у нас находится вот в таком положении, так ехать нельзя. Здесь будет красная индикация. Как только мы развернем, загорится зеленая. Поэтому ехать можно. Как только все 4 индикации зеленые, можно ехать. Поэтому здесь все элементарно сделано. Не запутайтесь. В общем, всю информацию, которую я хотел донести, я вам донес. Маленькое, короткое мое мнение. Наверное, это самое интересное практически кресло в 0,1 категории. С этой встроенной люлькой. Потому что она легкая, с ней легко передвигаться. Дополнительная, получается, такая многоступенчатая защита при боковых ДТП. Оно очень эффективное кресло. Ткани, посадка. Здесь вообще с этим все вообще хорошо. Да, это кресло не дешевое. Оно достаточно дорогое. Наверное, одно из самых дорогих в этой категории. Но за безопасность наших детей нам приходится платить. И в данном случае приходится платить немало. Но если учесть срок использования этого кресла, цена в пол-айфона, она такая небольшая на самом деле. Телефоны же люди меняют каждый год из-за самой айфоны. Почему кресло на 4 года не купить? Поэтому нормальная, адекватная цена за одно из лучших кресел на рынке. Ну а вы, в свою очередь, если что-то такое ищите, я вам рекомендую приехать в магазин, убедиться в моих словах, которые я вам в обзоре сказал, примерить, пощупать, посмотреть, своего дитя возьмите, тоже примерим. В общем, вопросов с этим нет. Вы убедитесь в том, что кресло действительно очень интересное. И уже сделать, как говорится, правильный выбор. Я думаю, вы по-любому его сделаете правильным. А я лишь хочу, в свою очередь, вам пожелать хорошего, грамотного выбора кресла для вашего ребенка. И всего доброго вам. До свидания.